Игорь Михайлович, я тут заметил вы немножечко опоздали на ужин, не переживайте, ко мне в комурку потом. Все, найдем сообразим, нормально. Мы для вас тоже оставили, конечно. Все не зря. Да, там салат супер, салат очень вкусный. Но мы подготовили на самом деле для вас много вопросов. Много вопросов, очень хочется вам их задать, потому что, ну а кому еще задавать? И вот первый вопрос, как у вас дела, Игорь Михайлович? Да хорошо, в общем, все время инновации какие-то. Есть с кем поговорить про них? Давайте так. Какое последнее дело вы завершили? Сегодня, пока я сюда ехал, я смотрел статистику, сколько к нам пришло сегодня в живьем на занятия, у кого есть QR-коды и что там вообще происходило. И как много? Больше тех, кто в корпусе? Ну, сегодня был первый день, поэтому получилось так, что те, кто был привит, либо, значит, имел там поболезненько QR-код, либо, значит, по каким-то другим причинам, у них получилось, что большинство из них все пришли на занятия, вот в самый первый день. Но я думаю, что остальные придут там, может быть, не в первый день, там дальше или… Ну, все смотрят, выбирают вариант. Конечно, здесь выбор за каждым, и все в этом плане прекрасно. Да, скажите, вот очень интересно, мы были первым университетом, который ввел такую систему, как вы на это решились? Ну, мы как размышляли, что вот все, что связано с педагогикой, с живым человеческим общением, вот как мы сейчас с вами разговариваем, это очень трудно воспроизвести в электронных средах. То есть многое можно там делать, многое можно смотреть, готовиться, значит, какую-то информацию анализировать, но если глаза в глаза, если живое общение, это вот очень ценное. То есть это вот как бы трудно отказаться полностью. И поэтому вот для наших направлений подготовки, мы подумали, такая возможность должна быть, тем более, что достаточно много студентов имеют прививки, либо имеют там возможность, значит, по болезни там они имеют этот QR-код. И кроме того, для тех, кто не имеет возможности привиться, мы подумали, что мы тоже создадим условия через экспресс-тестирование. То есть посчитали, как это возможно организовать, какие возможны пути, какие нюансы, вот все это учесть и попробовали вот это сделать, обсудили, да, было, вы знаете, видеотрансляции, специально обсуждали. Ну вот сейчас посмотрим, что из этого получается, до Нового года поживем в этом режиме, а там посмотрим. Да, а мы, кстати, вот обсуждали как раз за столом, пока у вас не было студенчества, да, и это такой большой период, ну ладно, он на самом деле маленький, но такой важный. Расскажите, самое, может быть, яркое или приятное воспоминание из вашей студенческой жизни, что-то, может, было такое необычное? Ой, там много всего было. Я видел, Владимир Витальевич, про картошку вспоминал, у меня тоже это было. Я так удивилась. Я так много, да, этой самой картошки, это были начало 90-х, там, так сказать, ой, конец 80-х даже еще, да? В 90-х обычно закапывали. Возможно, да, мало кто помнит эти годы. Что касается 80-х, это действительно была всякая картошка, всякое такое, но у меня была богатая студенческая жизнь, там был спорт, я занимался гиревым спортом. А что, подождите, гиревой спорт, это что? Это такие гири, и их, в общем, надо поднимать. Вот так вот? Сначала 24 килограмма, потом 32. И вы их поднимали, ну, в смысле, в соревнованиях принимали участие? Да, я в соревнованиях принимал участие. Обалдеть, так. Я был чемпионом общества локомотив одно время на региональном уровне, железной дороги, ну, в общем. Мне кажется, после ваших слов это станет снова самым популярным видом спорта в московском городском. Ну, может быть, да, это может. А что вы еще делали, когда были студентом? Ну, было много музыки. То есть у нас тоже были КВН, у нас были вечера, дискотеки. Все это было в полный рост. Ну, и главное, что вот у меня тогда было и начинало появляться, это в период моего студенчества появились первые персональные компьютеры. То есть до этого компьютеры представляли собой терминал, стоящий на этаже, ну, а сам компьютер располагался в больших шкафах на другом этаже. И они были соединены проводами. И все это вот так тяжеловесно и тяжело программировалось и работалось. И вот мое студенчество, значит, это было, наверное, на втором-третьем курсе, стали появляться персональные компьютеры, и некоторые даже могли их себе купить. Мы не могли купить, это стоило очень дорого, но мы пользовались там некоторыми, которые купил университет. И это было, конечно, абсолютная бомба, потому что вот этот период… А какая вот функция, какая была основная в те времена? У компьютеров? Да. Ну, понятно, что для студентов во многом это была работа с текстами, мы могли свои выпускные работы печатать и всякое такое делать. Сколько грузилась ссылка дней? Ну, я… Ну, я… Ой, нет, вы что, интернета не было еще. Это доинтернетовская эпоха. Вам трудно представить компьютеры без интернета, но это тоже было. Ну, вот я, например, писал программу, которая бы считала палиндромы. Палиндромы – это слова и предложения, которые туда и обратно читаются одинаково. А Роза упала на лапазора. Вот такого рода слова. То есть компьютерная программа должна была находить текст любой и говорить, вот здесь столько-то палиндрома. Слово «наган» – палиндром, оно и туда и обратно читается одинаково. Наган, наган, да. Ну и так далее. Значит, эта компьютерная программа вычитывала разные тексты и говорила, вот палиндром, вот палиндром, вот и так далее. Это первые программные навыки, которыми я занимался, потому что помимо математики мне было еще интересно программирование. Но все те навыки программирования, которые я осваивал в 80-х годах, они полностью растворили сейчас совсем другое программирование. Игорь Михайлович, такой вопрос. Если бы вы прямо сейчас стали студентом, что бы вы сделали? В нашем университете или как бы вообще? Конечно в нашем. Ну а как же, а где же еще? Это я не скажу, потому что вдруг все подумают, что это правда можно сделать. Ну вы скажите. Хорошо, университет. Подожди, подожди, подожди. Вы не скажете? Ну хорошо, если просто в институте, в университете каком-то. Если бы так в среднем стать студентом в университете, я бы, наверное, придумал какую-то такую штуку, что вот есть разные курсы, на курсере там еще где-то, да, которые я могу самостоятельно освоить, получить по ним сертификат, прийти в свой, ну как бы вот родной университет, сказать, пожалуйста, зачтите мне этот курс, а вот сюда я ходить не буду. Ооо, я слышу вздохи студентов. Это очень интересно. Кстати говоря, такое студенты стали предлагать. Вот в прошлом году появилось предложение, что, знаете, есть такая сертификация, квалификация, нужно ездить и показывать, как ты умеешь вести уроки. Но если ты уже участвовал в Олимпиаде, я профессионал, например, да, и уже показал, как здорово ты умеешь вести занятия, то тогда можно автоматом зачесть вот ту сертификацию. Это справедливо, да. Вот это хорошее предложение, мы обязательно реализуем. Это здорово. Игорь Михайлович, у нас для вас есть игра. Да. Хочется поиграть, а потом мы с вами еще немножечко поболтаем. У нас есть карточки, и на них есть два изображения. Ваша задача угадать, что было раньше. Из этих двух изображений? Да, из этих двух изображений. Давайте попробуем вот с первого. Это, значит, день рождения Джастина Бибера и основания московского городского. Что же было раньше? Я слышал, что есть такой Джастин Бибер. В школе вы его не читали, да? Его читают? Не знаю. Ваня, зачем ты врешь? Его не читают, его слушают. А, его слушают, это уже подсказка. Он певец такой, но молодой. Я думаю, все-таки университет раньше появился. Университет раньше? Да. А вот это неправильно, Игорь Михайлович. Всего на годочек, на годочек всего. Джастин Бибер старше московского городского. Так, ну хорошо, попробуем еще. Кстати, надо от него отписаться. От Джастина Бибера? Конечно, ну уже все. Юнец. Уже вышел из тренда. Так, значит, основание самарского филиала или возобновление игры Форт Боярд на российском телевидении? Давайте вспомним, может, когда самарский филиал был? Ну, чуть позже, конечно, в 90-е, в конце. Нет, я думаю, Форт Боярд был раньше. Игорь Михайлович, а есть что-то общее между Форт Боярдом и самарским филиалом? У меня не приложу. Ты запутал только, Вань. Я считаю, что Форт Боярд на Волге, но это не так. Нет, Форт Боярд, к сожалению, не на Волге. И самарский филиал, честно говоря, раньше был. Раньше? Раньше, ну, конечно. Ну, сначала вот самарский филиал, а потом создатели посмотрели на это и создали Форт Боярд только на российском телевидении. Хорошо. Так, следующее. Это WorldSkills Russia и момент, когда вы стали ректором. Ну, сам WorldSkills возник точно раньше, а WorldSkills Russia позднее, ну, чем мировой WorldSkills. Я думаю, что WorldSkills Russia был после того, как я стал. А в каком году вы стали? Году ректором? В 2013. Игорь Михайлович, а в детстве вы кем хотели быть? Хотя мировой WorldSkills возник значительно раньше, 2013 года. Ну, а в России-то в 2015-м? Ну, знаешь, правильно. Ну, конечно, Игорь Михайлович, вы всегда раньше всех. В детстве вы кем хотели быть, Игорь Михайлович? Самая первая моя была мечта, когда я ходил в детский садик, я хотел быть водителем трактора К-700. Это большой очень трактор, я туда шел, и вот этот, так сказать, большой трактор, там такой мужик высоко сидит, и это очень круто. Ну, то есть вот идешь в садик и видишь, вот оно. А вы везли какой-то, когда шли в садик, везли какой-то вот самосвал? Было, да, было такой самосвал, да. То есть вы везли трактор так за собой, и я в него сяду. Может, еще повезет. Еще не поздно, конечно. А потом, после тракториста, куда метнула мысль вашу? Ну, я, наверное, как всех хотел, ну, космонавтам нет, но я хотел быть летчиком, мне были знакомые летчики, они рассказывали, как это здорово, когда самолет падает в яму, там что-то происходит, и все это мне нравилось. Ну, наверное, ну, понятно, что когда я был учеником старших классов, как раз появились компьютеры, и все мы хотели научиться этим овладеть. Ну, вы как раз пошли по этому пути. Да, я потом уже с математики туда стал сворачивать, в эту сторону. Так, Вань, вот у тебя вопросы, у Вани вопросы были вот в таком вот списке, и он говорит, я Игорь Михайловичу все задам, все задам. Я все хотел задать, я все забыл, давай дальше продолжать игру, и я, походу, все буду вспоминать. Да. Так, основание Серебряного университета МГПУ или основание Microsoft Teams? Основание Серебряного университета раньше. Раньше? А, подождите, Microsoft Teams имеется в виду не у нас, а вообще как сервис. Как два слова. Тогда, наверное, Microsoft Teams, ну, Microsoft раньше, да. Да, ну, конечно, Microsoft Teams был раньше, а потом уже Серебряный университет подскочил. Так, ну и последнее. У вас были какие-то интересные случаи вот в дистанте, что-нибудь необычное? Ну, конечно, да, когда кто-нибудь камеру не так включит. Рассказывайте. Пока никто не слышит. Ну, вот в эту субботу я проводил занятия для магистров, и мы голосовали, в общем, там были очень смелые мнения, неудобно мне их озвучивать, потому что там авторские мнения, да. И всегда, когда магистры что-то предлагают, мы обсуждали образовательную политику, и что изменить в образовании. И старались сравнить приоритеты, которые выдвигают наши магистры, с существующими приоритетами образовательной политики. Там было масса курьезных случаев, но пусть эти курьезные случаи останутся на этой программе. Все, кто думает о том, чтобы прийти к нам в магистратуру на образовательную политику, это интересная программа, там многому можно научиться. Ну, конечно, если вы еще и пары ведете. Ну да, в эту субботу тоже будет. Захотелось сразу пойти в магистратуру, Игорь Михайлович. Это приглашение. Давайте мы с вами последние вопросы, будем уже финальные вопросы Ивана, да. Игорь Михайлович, появление некоего вируса в Китае и момент, когда Московский городской попал в список Forbes из 100 лучших вузов России. Сначала Forbes, потом уже коронавирус. Конечно, конечно, мы уже давно в Forbes, и это факт. Игорь Михайлович, сегодня международный день студента. Завтра день преподавателя высшей школы. Вот, может быть, у вас есть что-то, что хочется сказать и тем, и другим, и по отдельности вместе? Как раз тот самый момент, когда хочется как-то поздравить, наверное, ребят. Ну, поскольку вы упомянули коронавирус, я хотел нам всем пожелать, скорее, все это дело преодолеть. Я думаю, что это, может быть, не очень быстро получится, но мы точно это все преодолеем. И в процессе этого преодоления мы многому новому научимся. И все это новое, чему мы научимся, мы могли применять дальше и видеть, как жизнь стала богатой и разнообразной. Ну, это точно и правда, мы уже так многому научились. Спасибо большое, Игорь Михайлович, спасибо вам. Спасибо.